МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разработан местными специалистами с учетом национальных особенностей. Об этом сообщили в рамках форума Легпром-2020. Развитие брендов легкой промышленности Башкортостана поддержал и глава региона Радихабиров. На эти цели республика выделит 1,5 млрд рублей до 2024 года. В 2020 году на развитие Легпрома израсходуют 180 млн рублей. Пристальное внимание власти уделят и продвижению товаров башкирских производителей на российском рынке. Все инициативы входят в комплексный план развития легкой промышленности в Башкортостане. Такие породы работы вижу не только хорошее и плохое. И чаще, может быть, даже сталкиваюсь с тем, что нужно помочь, еще не доработали, какие-то проблемы. Вот я сейчас пока обошел буквально кратко выставку, я получил просто неописуемое удовольствие. Вот просто получил удовольствие. В чем она выражается? В том, что все-таки легкая промышленность у нас выстояла. Она есть. Также в этой связи появилась инициатива увеличения времени стажировки студентов в два раза. На эти цели в этом году выделено около 37 млн рублей. Кроме того, необходимо преодолеть технологическую отсталость, ликвидировать дефицит квалифицированных кадров и зависимость от импортного сырья. Национальный парк Башкирия вошел в пилотный проект Минприроды России по раздельному сбору мусора. Всего в нем примут участие 15 особо охраняемых природных территорий. По словам федерального замминистра Елены Пановой, планируется наладить эффективное сотрудничество между заповедниками, рекоператорами, общественными и научными организациями, а также местным населением и туристами. Сам проект будет основан на принципы «принес – забери с собой». Как рассказали РБК Уфа, Национального парка Башкирия уже есть опыт раздельного сбора мусора. Прошлым летом на берегу Нугурского водохранилища рядом с туристическими стоянками установили 20 металлических сетчатых контейнеров для сухих отходов, каждый из которых рассчитан на 3 кубометра мусора. Пластик, стекло и алюминий до конца туристического сезона вывозились на мусоросортировочный комплекс «Экосити», а затем отправлялись на переработку. В итоге удалось сэкономить порядка 25% на плате за вывоз отходов, подчеркнули в нацпарке. То, что Национальный парк определен как пилотная территория, позволит нам, во-первых, приучать наших посетителей к раздельному сбору отходов, позволит снизить затраты Национального парка на вывоз отходов и будет способствовать тому, что территория Национального парка, прилегающая, станет значительно чище. Я напомню, что в прошлом году парк Башкирия уже становился участником Национального проекта «Экология», в рамках которого получил из федерального бюджета субсидию в размере 12,5 миллионов рублей на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры. При отборе претендентов представители Минприроды России оценивали прирост туристов за последние 5 лет, планируемый приток, транспортную доступность и доходы. Суммарная стоимость федерального проекта по развитию инфраструктуры 8 национальных парков страны в прошлом году составила более 100 миллионов рублей. Российские железные дороги планируют внедрить программу лояльности для медицинских работников. Медработники смогут путешествовать поездами дальнего следования с привилегиями. Такую возможность рассматривают в РЖД. Как сообщили в компании, пассажиры, имеющие медицинское образование, могут заявить о готовности оказывать первую помощь в случае экстренной необходимости. При этом при покупке билетов на официальном сайте российских железных дорог нужно поставить специальную метку «Я медработник». Как пояснили в РЖД, все сотрудники поездных бригад в обязательном порядке проходят обучение для оказания доврачебной помощи. И пассажиры-медики, если этого потребует ситуация, смогут им квалифицированно содействовать. Если нововведение покажет свою эффективность, железнодорожники внедрят программу лояльности для медработников. Как сообщается, сегодня все вагоны поездов оснащены аптечками и набором необходимых лекарственных препаратов. Если кому-то из пассажиров стало плохо, для него организуют так называемое эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. Также пациент может быть направлен в больницу, которая находится на ближайшей станции. Башкортостан продолжает занимать верхние строчки рейтинга по количеству выдачи микрофинансовых кредитов. Это следует из-за информации на сайте Национального бюро кредитных историй. Аналитики бюро отмечают, что в четвертом квартале 2019 года самое большое число выданных займов в российских регионах было в Москве – 184 тысячи. В Московской области – 159 тысяч, в Краснодарском крае – 158 тысяч. Башкортостан располагается на четвертом месте. 156,6 тысяч. Далее следует Свердловская область – 155 тысяч. В аналогичном периоде предыдущего года республика была на третьем месте. Перемещение на четвертую позицию объясняется ростом активности Московской области, у которой тогда было только 161 тысяча выдач. Остальные лидеры не поменялись. По России общее количество выданных микрокредитов составило 4 миллиона 630 тысяч. Это на 5,7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом сокращение происходит только в сегментах самых небольших по размеру суд – до 10 тысяч рублей и от 10 до 20 тысяч рублей. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК «Алфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова